В Ухте специально для ветеранов города с праздничным концертом к 9 мая выступили звезды российского романца. Народные артисты Ренат Ибрагимов и Наталья Банова. Его называют русским поворот, и ее сравнивают с Лидией Руслановой и Людмилой Зыкиной. Оба легенды песенной современности, и этот единственный концерт, прошедший в нашей республике, уже сейчас можно назвать историческим. Роман Истомин увидел его лично. С первых песен Наталья Банова задает настрой на сплочение наций в столь непростое внешнеполитическое время. Победы, которые у нас пытаются украсть западные силы и попытки сфальсифицировать историю, об этих опасениях участники гости говорят и перед концертом, и во время концерта будут говорить, похоже, и после него. Я чушь попленностких амбиций, я не боец, не ой, я артист. Но не сдавать нигде своих позиций, учил меня отец артиллерист. Вот почему в священный праздник мая, какой бы год ни выпал для страны, я вновь отцовский китель надеваю, провавший горьким порохом в войне. Среди почетных гостей Тамара Петровна, она участница битвы под Сталинградом. На фронт ушла добровольно в 42-м, а уже через год лично увидела начало перелома в той войне. Для нее такой концерт, как машина времени. С песней она уходила на фронт, с песней возвращалась, также бодро участвовала и в восстановлении страны. Я приехала сюда, у меня уехали знакомые, потом мне позвонили, и я к ним приехала. Вот приехала и устроилась, и отработала в северном Газпроме 24 года. У меня муж, он умер, он был бурильщиком, работал. На бухтыле мы, он бурил самую первую буровую, и вот тогда бухтыл не тыл, а переговая. А вот он и загремел. А это Сергей Дмитриевич. 24 года он управлял газоперерабатывающим заводом, а вообще родной отрасли посвятил без малого полвека. Своё время оценивает как период бурного развития республики, и вот почему. В эту эпоху сама республика добывала 20 миллионов тонн нефти и 20 миллиардов кумометров газа. Одна республика только. Ну, для сведения, сегодня где-то около 3 миллиардов, вот, самый республиканский газ, и где-то около 8-9 миллионов тонн газа, вернее, нефти. Поэтому можете себе представить, какая бурная эпоха была. От мюзикла до классики, от романцев до эстрады, певческий диапазон именитых артистов необъятен. Ринат Ибрагимов исполнил знаменитый майский вальс «Ах, палуба, палуба», «Магнолии» и даже некоторые татарские национальные песни. Впрочем, настоящим гимном накануне 9 мая стала, конечно, композиция «День Победы». Мы слышали ее в исполнении баритонов Лещенко и Кобзона. По-своему искренно она смотрелась и в исполнении Ибрагимова. Песня «День Победы» Песня «День Победы» Этот концерт – лишь одна из ласточек в череде праздничных событий, организованных газовиками. Впереди лазерное шоу на Комсомольской площади. 9 мая оно обещает уникальным образом отразить самые масштабные события Великой Отечественной и жизнь послевоенную. Роман Истюмин, Алексей Порошуков, телеканал «Юрган». Ухта!